Добрый день всем! Мы пригласили журналистов, поскольку за полдня в стране произошло слишком много событий. И ждать еще несколько дней опасно, потому что еще может несколько событий произойти. И чтобы нас тут опять не обвинили, что мы не имеем точку зрения и уходим. Мы имеем точку зрения. Все это один и тот же сценарий. Сценарий Октябрьской революции, сценарий 1985 года, 1991 года, 1993, 1996 год имеем. И не последний. Смысл один, чтобы вовлечь Россию как эксплуатируемая часть западного мира. Русский царь не давал этого делать. Сталин не давал этого делать. Это уже все, все, все. Коммунисты тоже не давали этого делать. Потому что у них другая цель была. Они вот хотели запад сделать частью своего мира. Конечно, такие события, как август 1991 или июня 1996 года, это лучше, чем гражданская война, когда много жертв. Но цель, она, к сожалению, та же самая, связанная с поражением России. Если так легко отстранить силовиков, то это уже не спецслужбы. Поэтому здесь должна идти о том, что противникам России удалось нейтрализовать спецслужбы как таковые. А начальников можно снимать как угодно. Главное, что нет спецслужб. В стране нет органов внутренней государственной безопасности. Это, с этой точки зрения, показывает нам всю глубину трагедии, которую сегодня переживает страна. С другой стороны, конечно, это нейтрализованные методы, когда еще до выборов происходят такие события. Нельзя менять руководство страны и членов кабинета до вступления в должность. То есть президент должен победить и потом в июле сформировать новое правительство. И в новое правительство уже можно не включать тех лиц, которые могут чем-то не понравиться. А так, это все равно напоминает дворцовые перевороты, как это было в октябре 1964 года, когда была смена руководства, вместо Хрущева пришел Брежнев. И нам, в общем-то, с вами неизвестно еще, что было бы лучше. Остался бы Хрущев или вот этот застой Брежнева, который привел Горбачев. Поэтому население не может с радостью воспринять ни одно из событий, начиная с октября 2017 года. И беда, в том числе и КПРФ, и коммунистов России, что это продолжение их линий. Ночные разборки и нежелание настоящей демократии. Когда у них одна часть партии созревает, чтобы перейти к демократическим методам правления, другая часть все равно идет на шаги, вызывающие обострение. И когда нам говорят, что появился человек, который на Западе окрестили уже демократический националист. Видимо, я не демократический, поэтому я бы для этого ролика не был бы готов, чтобы быть в ослужении у чубайцев. И когда такие люди заявляют, такие фразы, что кто-то кого-то в Кремль не пустит, кто-то кого-то подавит, к ногтю прижмет. Валютно самые любые шаги, чтобы кого-то наказать, это то, что не вызывает, жестокость, любые, да. Самыми жестокими мерами будет подавлено. Что подавлено? Желание определенных сил России высвать свою точку зрения, или же защитить своих командиров. Ну, это же тоже показывает стремление к диктатуре. Поэтому такие лица, как Чубайс, они не должны делать заявление, что за 12 дней до выборов все решено уже. Оказывается, однаношняя разборка, и есть, они побеждают уже 100%. Ну, давайте каждый раз устраивать наши разборки. Вообще выборов не проводить. Зачем выборы проводить? Можно было эти разборки сделать в апреле, и выборы вообще не проводить. Что мы огромные деньги потратили. Поэтому мы никогда не были сторонниками коммунистов, но не можем и положительно отреагировать на действия демократов, которые хвалятся, и которые пытаются изобразить как безобидную вещь, в коробку, в которой 500 тысяч долларов. Слова безопасности любой страны мира должна реагировать, когда из дома правительства выносятся такие огромные деньги. Достаточно даже пачки в 10 тысяч долларов. А если-то полмиллиона, это уже о чем-то говорит. И делать кивки, что-то, мол, КГБ умеет подкидывать, пусть КГБ мне подкинет. И с удовольствием вынесу коробку 500 тысяч из здания Госдумы. Подкиньте мне эту коробку, я ее с удовольствием вынесу. Что-то КГБ мне не подкидывает, и никто не подкидывает. Поэтому, когда вот такие мальчики, как Ирстафер, Лисовский, директор дискотеки. Это же позор президенту иметь в своей избирательном штабе перекупщиков автомобилей, директоров дискотек, людей, отстраненных от приватизации. И комиссия счетной палаты определила огромное количество нарушений со стороны Чубайса. Этот человек сегодня выступает и как бы глашат и президента. Самое главное, что они заблуждаются в дальнейшем в ходе развития событий. По двум направлениям. Что, во-первых, еще не все сказали то, что хотят сказать. И разным языком. Во-вторых, президент себя тоже подставляет, представитель правительства. Потому что у определенных политических сил в стране есть желание и их смести. Как бы эта коробочка с долларами не превратилась в другую коробочку уже в июле. Если это не назвали ГКЧП-3, то возможно будет ГКЧП-4. У нас будет очень много таких ГКЧП. А все из-за того, что мы не хотим по-настоящему свободных выборов. Может быть их не хотела та часть, которую обвинил сегодня Чубайс. Но мы то же самое можем сказать про Чубайса. И посредством информации в их руках. И почему они так быстро реагируют. Убить Листьев и вся страна в травме. Все телекомпании говорят о убийстве Листьева. Арестовали двух мальчиков. И все телеканалы об этом сообщают. А когда убиты депутаты, никто никого убийц не может найти и ничего не сообщают. Поэтому мы не раз в Госдуме предлагали национализировать телевидение. Оно должно быть в руках государства. Чтобы ни один мальчик не мог до прийти и не дать информацию, которая нужна какой-то группировке. Нужна масона. Нужна пятая колония. Нужна отделение всемирного мирового правительства, которое находится здесь, в Москве. Поэтому побеждает ведь на этих выборах не русский народ. И не россияне. И не 106 миллионов избирателей. Побеждает еще одна группировка. Которая будет продолжать так же грабить нас с вами. Если бы речь шла о том, чтобы просто противостоять коммунистам, это одно. А другое дело, когда кроме коммунистической опасности, есть и опасность захвата России определенными силами, действующими из Европы. Вот такие ВКЧП спровоцированные. Никто нашей армии не хочет никакого ВКЧП. И путь августа 1991 года был спровоцирован. И вот июньские события нашего года. Все сценарий. Наша армия спокойно стоит в казармах или воюет в Чечне. И все остальные силовые ведомства тоже самое, ни в чем не участвуют. Это сценарий запада. Поэтому здесь бы мы бы хотели, чтобы не было излишней эйфории о том, что вдруг опять победила демократия. Нам уже объявляли о победе демократии в августе 2021 года. Победила демократия. Мы знаем, что эти пять лет было в стране. То же самое и сегодня. Мы не выступаем в защиту ни одной из этих сил. Потому что если так силовиков быстро снимают, так им и надо. Значит, это не силовые министерства и не руководители силовых министерств. Если президент подпадает под влияние этих вот мальчишек, то тоже радости, я думаю, мы не можем испытывать от его победы 3 июля, когда он перестает практически руководить страной, а руководят вот эти вот силы. И, конечно, мы не будем никуда, так сказать, поворачивать свои знамена. И в ближайшие 10-15 дней обратимся к избирателями, дадим им указания, как голосовать 3 июля. И еще раз начисто отметаем всякие доводы о том, что члены фракции ЛДПР входят в какие-то ассоциации, какой-то группы согласия, какая-то демократическая группировка депутатов. Или входят в какое-то правительство народного доверия, или в регионах где-то ходят по квартирам и агентируют голосовать за кого-то из двух нынешних претендентов. Официально заявляю, что вся партия стоит и ждет моего указания. И ни один член партии, ни один наш сторонник, а их около 10 миллионов, не будут голосовать так, как кому-то хотелось. Я это объявлю до 3 июля и неоднократно, и пусть никто не надеется получить голоса наших сторонников. Как и в октябре 19-го года, мы занимаем позицию нейтральную, потому что тогда была смута и в Белом доме, и в Кремле, и сейчас смута и в Белом доме, и в Кремле. И там, и там грязь, и там, и там коррупция, и там, и там действуют силы антироссийские. Как и частично они действуют у нас здесь, в Госдуме. Я думаю, все корреспонденты знакомы с книгой Дьяконова «Пятая колонна». Там опубликован список пятой колонны, действующей в России. И знакомы с мемуарами Кручкова. Еще раз заявляю с гордостью, что я ни в одних списках не значусь. Единственная чистая партия в России, это либерально-демократическая партия России. Все остальные руководители в этом списке, всех партий, всех партий. Вот чистота ЛДПР и ее лидера. Все они здесь. Это в нашей прессе влюбовано, это не наши, так сказать, это известные масонские ложи и так далее. Здесь все из Горбачев и многие руководители из нынешней команды. В том числе и те, кто участники сегодняшней юнской ночи. Поэтому мы считаем, что наше пятое место, выданное нам масонами, это единственное чистое место действительно патриотов России. Все остальные четыре оказались втянутыми в эти разборки между группировками антироссийского плана. И мы их не можем поддержать. Здесь же указан Явлинский. Но Лебедь еще не чистится здесь. Но вот после сегодняшней ночи, возможно, парк билет ему новый вручат через несколько дней. Но все остальные здесь есть участники этих событий. Поэтому мы никого не поддерживаем. В том числе и Горбачев. Почему мы не можем поддержать и левые силы. Ну и Кручков, последний председатель самой мощной тайной политической позиции, тоже всем дал характеристику. И там он тоже поставил точки над и в отношении меня. Я отдох нормальную характеристику в том плане, что никакого отношения ни к каким тайным организациям, и в том числе КГБ, не имел и не имею. Поэтому все вот те путчи, которые проходят и еще будут проходить в стране, без нашего участия. Мы противники любых силовых методов. Это был силовой метод, так или иначе. И стоишь с другой стороны. И ночью. Потому что все это следы одной партии. ВКПБ. КПСС. Все равно это все люди, так или иначе состоявшие, все в этой партии. Они не хотят успокоиться. Не хотят нормальных выборов. Не хотят нормального меморитического процесса. Они не могут оторваться от этой яблони. Поэтому падают эти яблочки до сих пор. Яблони еще хоть и с загнившими корнями, но отдельные яблоки еще висят. И нам нужно молодое дерево. Поэтому мы обратимся с призывом к населению России. Объявим массовый прием в члены нашей партии, как наиболее чистой политической силой, ни в чем себя не запятнавшей, отвергающей любые силовые моменты, и призывающей все население страны сохранять спокойствие, а всех силовиков, и старых, и новых, действовать тоже в рамках закона. Вот наше такое политическое заявление. И если есть вопросы, мы готовы ответить на вопросы. Ну, кто знает. Им тяжело сегодня. Чубайса слушали, Зюганова слушали, президента слушали. Зона, главное, не до конца веришь, что я стою. Так что все это... Вы не бойтесь, пожалуйста, арестов не будет. Вас не будут арестовывать. Мы вас не дадим в беду, потому что парламент против любых мер насилия. Я разговаривал с некоторыми силовиками, которые еще находятся у власти, и они мне заверили, что никаких элементов насилия в стране не будет иметь места. Поэтому не бойтесь заявления Лебедя, никто никого подавлять не будет, а тем более с особой жестокостью. Этот генерал уже забыл войну в Афганистане, ему все еще хочется разговаривать военным языком. Но я гражданское лицо, так сказать, я говорю обычным языком. Никто не допустит никакого насилия на территории России. Выборы пройдут, так сказать, будут формироваться новые команды, но говорить о победе демократии мы не можем. Мы не хотим победы коммунистов, но не можем говорить, что в России побеждает демократия. В России побеждает пятая колонна. Вот сегодня, 20 июня, мы эту правду, так сказать, говорим всему миру. Но эти действия все-таки лучше, чем красные и белые, шашки наголо, и миллионы людей лежат, так сказать, в Донских степях или в Сибирской тайге. Уж лучше вот такие минимальные силовые моменты, если, ну вы все должны понять, что политика на этом и стоит. Ложь, обман, заговоры, предательство, сдача союзников, набор новой команды. Так было и так будет всегда. Я тоже стал проводить чистку в партии. Это нормальное явление, потому что политический механизм требует обновления. Требует обновления. Выпускают же новую марку автомобиля. Мерседес 600 и 700. Но каждая партия, пока и политическая команда, должна делать новый рывок, так сказать. Вот ЛДПР тоже. 500-го Мерседеса переходит к 700-му. Обгоняет все остальные. Запорожцы, Волги и Жигули и других партий. Так что у вас хорошее настроение. Мы спокойны. И, пожалуйста, вопросы. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, какая, на ваш взгляд, имеется связь между ночным задержанием, или, вернее, вечерним задержанием Лисовского и Евстафьева и дальнейшим смещением трех силовиков? И вообще, что произошло сегодня ночью? Спасибо. Ну, я думаю, сценарий заключался в том, чтобы показать Лебедя, как человека действительно уже сегодня готового что-то сделать. Надо что-то показать. Ну, если тишина в стране. Надо изобразить что-то. Вот изобразили. Какое-то задержание. Ни те силы. Давайте об отставку. В другим ГКЧП. Это профанация. Ни в августе 91-го года не было ни векового ГКЧП. Ни сейчас ни векового ГКЧП 2, ГКЧП 3. Это все сценарии, разработанные назад. Все расписано по дням. По людям. Кого убирать. Кого станет. Уже все расписано до конца века. До конца века. Этот план будет выполняться. Поэтому. Нужен был повод показать Лебедя. Ведь они же проанализировали. Сейчас мне с места звонят. Что вызывают определенные структуры. Представители моей партии спрашивают. Какую установку Жириновский дал голосовать? Я это объявил, что никакой установки. Но они же объясняют. Поэтому они проанализировали, что после включения Лебедя в состав этой команды пошел спад его сторонников. Начали расформироваться его комитеты поддержки и отношения отрицательные. Надо спасать Лебедя. Зачем его взяли? Это же мое место. Третье место мое. Почему у меня это место забрали и дали мне пятое? Потому что я не могу быть помощником Чубайс и говорить, что я нанесу удар по патриотам России. Это же в этом смысл. Удары поносится только по патриотам. Потому что пятая колонна гудит. Она в кабинетах сидит. По ней наносить удар не нужно. Такими вот метками. А чтобы оправдать третье место после включения в команду надо показать, что он уже действует. Ну а как действует? Вот, пожалуйста. Вроде попытка. И действительно, возможно, эти мальчики несли очередную парку денег. Они постоянно носят. Нужно же денег. Это избирательная кампания. Поэтому пока они настили, они были не нужны. Но когда нужно показать, ввести ввод Лебедя, сделали фас. То есть очередная проверка была. Это нормальное явление. Но Чубайс сегодня сказал. Они боятся. Боятся, что вот другая группировка в администрации президента может опередить их. И они опередили. Почему? Моложе, хитрее, в основном масоны, на Западе обученные, определенных таких кровей, психологии. Они действуют более эффективно. Более эффективно. Вот вот заскорузлась русского мышления, когда вот генералы, они немножко помедвежьи, понимаете? Ну еще, ну подальше. Ну подождем. Ну подождали. Значит, произошло быстрее те события, которых, может быть, они сами бы хотели. Вот обычный сценарий. В политике нужен сценарий. Нужно обождать отношения с кем-то, чтобы кого-то убрать, чтобы кого-то умеризовать, чтобы еще раз обмануть избирателей. Любые выборы — это обман избирателей. Но в других странах мира это происходит нормально. Все привыкли. Сейчас пришел Биби в Израиле. Ну и что дальше? Что-нибудь измениться? Ничего не измениться. Хотя он пришел как правый радикал. Его уже купили, ничего не будет в Израиле. Так же он будет с Арафатом обниматься, что-то там искать, выискивать. Пока есть нефть, они будут продолжать эти отношения. Кончится нефть, потом, возможно, политика изменится. Как же пришел якобы националист в Испанию? Чем-то изменилось в Испании? Ничего. Был Гонсалес, пришел тут лидер новой партии национал-демократической. Ничего не изменилось. Но выборы играют, спектакль надо поиграть, чтобы не подтолкнуть население в гражданской войне. Это обычный выхлоп политических эмоций, чувств. Только мы играем честно. Играем честно, потому что наша единственная ниша у нас осталась честность. Все занято. Ложь, провокации, грабеж, насилие, растление, проституция. Все занято. Я бы с удовольствием занял бы другую нишу. Но мне оставили. Честность, чистота. Вот я в этой нише нахожусь. Освободят верхнюю, я перейду в верхнюю нишу. Но мне осталось только это. Я вынужден быть чистым. Вот чистая рубашка, чистый костюм. Я не могу. У Лисовского дискотека, а я даже не имею возможности войти в ресторан. Там стоит в какой-то ресторан 200 долларов. Поэтому все роли распределены. Но мне, просто судьбой, Богом, уготовано так, что они мне другого ничего не позволяют. Я вынужден быть в чистой нише политики правды. Они же вам не показывают списки масонов. Я показываю. Почему? Меня нету. Меня включат, я уже не покажу. Пока нет, я показываю чистый. Чистый. Для меня это, как бы, вот, пожалуйста. Ключков написал во мне хорошо. Но я и действительно не войду сюда. Если войду, то чтобы их планы нарушить. Поэтому меня не включают. За это в КПСС не принимали. В КГБ я сколько раз говорил? Я хотел в КГБ, всю жизнь работал. Не принимали. Потому что я был против коммунистов, чай против демократов. Кто-то в КГБ возьмет, КГБ защищает действующую власть. Масоны не принимают, потому что я их разоблачаю. Потому что их линия мне не нравится. Поэтому я готов с ними сотрудничать, но я чистый. Я нигде не хош. Я в этих фруктурах не состою. Почему я говорю? Самая чистая политическая партия в стране сегодня, это ЛДПР, потому что все остальные вышли из КПСС. А она и была первой масонской ложи. Вернее, первой, это был декабрист. Это был 1825 год. А вообще первые масонские ложи существуют в Париже с 1717 года. Уже 280 лет. Но в Россию окончательно они внедрились с 17-го года. Вот большевистская партия-то обученные, снаряженные деньгами масоны, прибывшие в 17-м году. Вооруженные. Трофский из Америки с группой боевиков прибыл в кожанках с пистолетами, с полными банкнотами. Вот их так сегодня же Барсуков когос держал? Вот такие же держал. Только пришли не в порту, не в аэропорту, а здесь, в Москве, они действуют сегодня. Также они вооружаются, банкноты, доллары, инструкции. И вот там есть инструкция, на столе они лежит. Розославим во всей стране, как бороться с коммунистами, с Салдопер, с Яблок и так далее. Все написано. Какие, так сказать, моменты у нас слабые, что перенять президентской команде, там, кстати. Зайдете кому надо, я дам. Да, пожалуйста. Она у вас, да. Белые пиджаки, кстати. Люблевский. Да, вот еще один факт, когда, допустим, это у сионистов, когда ожидается бой, одевают чисто белые костюмы. У меня тут не чисто белые, я не сионист, серые. Они же неделю назад одели чисто белые костюмы, никто не понял, что это такое. Это бой. И бой был сегодня ночью. Я об этом сказал на более-бесной инференции. Можно понять, мои консультанты сказал, вот сионисты в Кремле одели белые костюмы. То есть в ближайшее время будет бой. Но наши журналисты, они же подготовлены на уровне ПТУ. У них еще нет такого классического университетского образования. Они не читали наших книг. Вы возьмите наши книги здесь, которые есть. Последняя битва России. Я там все это разоблачил. Давно уже. Но вы не читаете. Вы читаете книг, вам не будет понять сценарий. Это же не последний сценарий. Еще и танки будут по Москве идти, и снова будут. ГКЧП-4, ГКЧП-5, 6, 7. Полно будет. Армянская диаспора будет действовать, активизировать свои действия. Курбская. Они здесь же сидят в очках, с коротками, слушают внимательно. Все. Некоторые очки спеша снимают. Бесполезно снимать очки, так сказать. Краснеть бесполезно. Все. ЛДПР – это луч света. В темном царстве масонов, захвативших планету Земля. Европу, Америку, Азию, Африку. Светлый луч. Светлый луч. И в этом кабинете сидел Каганович, Молотов. Вот видите, теперь сижу я, я не Каганович, не Молотов. Вот они здесь то же самое делали в 30-х годах, а все удивлялись, что там расстреливают, кого везут. Каганович, самый последний, из масон, умирая год-два назад, он сказал, вы не понимаете, в какую стену вы бьетесь. То есть, что вы тут думаете, коммунизм, фашизм? Масоны правят миром. Мировое правительство. Вот оно здесь, в Москве, сегодня, мировое правительство. КПСС была не нужна, слишком мощная. Мощнейшая партия, КГБ, армия и одержавшая победу фашизмом, нужно было их убрать. Вместо них рыхлые демократы, близкие к проституции и так далее. Здесь написано один из лидеров, масон написано, организатор ассоциации сексуальных меньшинств. Вот на это дело. Чего воевать? Лучше в кольку, в постель, там война пускает. Какие еще вопросы? Боятся, что в списке внесем. Никуда я внесем список? Он ваш врач, Юрий Павлович, кризисок. Вот он, противник, Масонов. А я все, как все. Ах, он все, все знает. Вот генерал Филатов, большой специалист по малому народу нашему. Тоже он борется, и с ним борется, но уровень, остроение от должности. Его тоже остроение, у него же был свой переворот. Был редактор военно-эстетического журнала отстранили, так что всех потихонечку отстраняют. Нас не могут, потому что выборы, нас избирает народ. Если я был бы чиновником, например, вместо Игнатенко, вице-премьер по последствиям массовой информации, меня бы сегодня отстранили, если дал бы такую оценку событиям июня. Вот почему мне не выгодно идти в это правительство. Я в это правительство должен буду молчать. И сегодня должен был поддерживать все, что произошло. Все хорошо. А избрание народа я могу дать. То есть я свободен, потому что за мной миллионы избирателей. В декабре застанцевалось 7 миллионов наших сторонников. Это сила, я могу говорить. А члены правительства должны молчать. Как бы они ни радовались, ни негодовали, они должны молчать. Поэтому мы должны благодарить масонов Западной Европы, что они разрешают нам иногда говорить. И что-то кушать. Вот мы за это должны благодарить. Иначе варварство, иначе гибель, как в Руанде. Племя на племя, вырезали все племя и что дальше. Это лучшая форма. Вы должны согласиться, что лучше хоть так, чем тотальная война. Ну что? Кто еще? Давайте. И о новости. И все-таки как вы считаете сегодняшние события, как они могут сказаться на втором туре выборов? Ну, если второй тур пойдет, как мне дали пятое место, то победа обеспечена. То есть элементарно может дать тому, кого третье, пятая, то естественно кого второе, можно дать первое. Я думаю, что они сделают то, что не хотят, потому что наш народ, вот в чем беда коммунистам? Они не могут этого понять, что они с 17-го года так оболванили наш народ, что он не готов к сопротивлению. Он ни к чему не готов. Новочеркас расстреляли коммунисты в июне 62-го года. И сегодня отцы расстрелянных, дети расстрелянных отцов голосуют за тех, кто их расстрелял. Казаков вырезал, Свердлов там и все остальные. Сегодня государственный край, Ставропольский, Ростов голосуют за тех, кто их вырезал. Вот в чем проблема. Солженицына высвыривают за рубеж, всех лопают. Долой, диссидент, антисоветчик. Вернулся Солженицын, всех лопают. Вернулся великий писатель, апологет русской демократии. Народ оболванен. Вот в чем беда коммунистов. Этого они не поняли. Страшно это сделали с 17-го года. А Запад уберег себя. Запад разные партии, разное мышление. И пока мы друг другу глотки перегрозали, к сожалению, вот мы оказались в той ситуации, что народ безмолвствует. Им наплевать. Если Лебедь думает, что сейчас побегут голосовать его сторонники за Ельц, он глубоко заблуждается. Глубоко заблуждается. Как и Дзюганов все думают, что теперь наверняка за него проголосуют, потому что нанесен удар по патриотическим силам. Будет та же картина, которая уже, как один из представителей Центра избиркова, проговорился насчет Дзюгановского. Не, нет, с Дзюгановским все в порядке. Еще до выборов сказал, все в порядке. Пятое место. Ему уже записано талон выдан. Ты, пятое место, мальчик, иди, сиди с пятым местом. Остальные проценты тоже распределят как нарез. Так что они все это сделают и никто ничего не опротестует, никто ничего не сделает, потому что эта вот пятая колонна вцепилась в горло России, последний девственный кусок планеты. Они все захватили, все выпотрошили, все испоганили, изгадили. В России коммунисты единственное, что у них было положительно, они как бы железный занавес сохранил девственность России. Внутри были расправы, но хотя бы от Запада сохранил. Теперь расправы будут Запада здесь. Какая нам разница, сталинский гулаг или гулаг этого какой-нибудь там, этого Чубайса или еще какой-нибудь агента оттуда, так сказать. Или вот Лебединое озеро будет теперь постоянно у нас, лебединые песни мы слушали. Лебедь, 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 лебедь. У нас в августе 91-го года Лебединое озеро только началась, мелодия, теперь у нас будет сам лебедь выступать. То есть тот ГКЧП он переметнется в силовые разборки. Видишь, что это говорит? Победивший кандидат, вернее, занявшийся теместо. Подавлю, подавлю, подавлю. Это люди, которых приветствует сегодня команда президента. Это непонятно, кто же демократ. Они сами себя, как говорится, немножко вот проигрывают они. Ошибка президента, что вместо Чубайса нужно было любого мальчика поставить. Но не с той биографии, которая у Чубайса. Любого. Имя Чубайса вызывает ненависть в нашем населении. Ненависть. Кто вместо шла президенту поставить хотя бы того же Илюшина, Виктора Васильевича, уже бы меньше было бы такого отношения негатива и так далее. Пожалуйста, еще. Все. Ждите спокойно. Можете спать спокойно. Если танки войдут, ну что делать? Это музыка. И танки музыка, и остальные отставки. Считай, что это музыка русской демократии. Спасибо.